Сегодня мы с вами поговорим немножко про 61-ю и 62-ю страницы трактата Ивамот. На 61-й странице есть несколько Мишна-Йот, я их попробую суммировать. А самое интересное здесь суге начинается в конце нашей страницы и продолжается на 62-й. И дальше эта суге будет про митцва Пырия-Урвия, самая первая митцва Торы и самое первое обсуждение в части Иванаэзер Шухонаруха, как я еще расскажу. Итак, завершающиеся штрихи по отношению к Коэнгадолю. Здесь Мишна, которую мы уже цитировали, что Коэнгадоль, когда женится именно, он не может жениться на женщине, которая ему запрещена. Но если он уже женат на той женщине, которая была разрешена обычному Коэну, а потом стал Коэнгадоль, то это не проблема. Более того, как здесь сообщает Мишна, даже если он был женат, только имел Эйрусин, то есть Кедушин, то есть еще Хупы не было, то есть полностью свадьба не завершилась. Если он только сделал Кедушин, пока был обычным Коэном, скажем, вдове, то потом, когда он стал Коэнгадолем, он продолжает, да, он же может закончить Хупу, это не проблема. То есть получается, что основное это именно Кедушин здесь. Главное сделать Кедушин, пока он еще Коэн, не Коэнгадоль. А потом уже, даже если он станет Коэнгадолем, он может завершить процесс, сделать уже Хупу и жить со своей женой-вдовой. И так вот описывается случай, что какая-то Марта Батбитус, Бейтус, она дала кучу денег царю, чтобы он сделал ее будущего мужа Коэнгадолем. То есть дала взятку фактически, чтобы, да, так описывает это Гемора, как Рабьосиф нам сообщает, что это было уже время, когда все было, давали на лапу, да, все можно было получить только таким образом. Такие пришлось заплатить, чтобы царь ее сделал ее будущего мужа, который она Кедушин уже имела. Она была вдовой и начала выходить замуж за Коэна, видимо, была очень важной женщиной и хотела, чтобы ее муж был Коэнгадолем. Так она дала взятку, чтобы тот, чтобы царь сделал его Коэнгадолем. Вот так все происходило в конце второго храма, да, все уже покупались, покупались эти должности. Следующая мишна про то, что если у Коэнгадоля умер брат без детей, то, соответственно, делают халицу, а не ибум. Это понятно, потому что его брат, да, если умер, то, получается, его бывшая жена вдова, а Коэнгадолем не может жениться на вдолье. А вот следующая мишна, она очень интересная, потому что здесь приводится диспут по отношению к эйлонит. Эйлонит, я уже рассказывал не раз, это концепция женщины, это эквивалент кастрата у мужчины, есть эйлонит у женщины. Бывают бесплодные люди, мужчины или женщины, а бывает еще хуже ситуация, когда реально повреждено, так сказать, что-то физически. То есть, ну, обычно что-то физически повреждено, но бывает что-то скрытое, это какие-то болезни, это так же, как разница между трейфой и просто больным животным. Не любое больное животное, а трейфа. Но трейфа – это когда что-то порвано, отрезано, да, именно физически видно какой-то ущерб реальный. Ударили по животному или разорвал его хищник, да, и оно при смерти. Также и здесь, что разница между кастратом и человеком бесплодным, что у бесплодного человека с виду все нормально. У кастрата у него отрезано реально что-то. Так вот, эйлонит – это что-то похожее, что у нее физически она не просто не может иметь детей, у нее вообще даже нет нужных органов, чтобы иметь детей. Вот, это назывался эйлонит, такие женщины. Так вот, говорится, что есть диспут между Рабьей Гудой и Хахамим. Хахамим считает, что человеку не следует жениться на эйлонит. Речь же о коине, но не только о коине, как Егемур объяснит, что если у него нет другой жены, от которой он может иметь детей, то не следует жениться на эйлонит, потому что не будет тогда детей. И мы еще на следующем мишне поговорим, да, более подробно о том, как аймит свой именно иметь детей. А вот Рабьей Гудой, он вообще считает, что отношения с эйлонитой – это как будто бы с проституткой бы отношениями или с блудницей. То есть, фактически, такие отношения, они абсолютно… Вот как коина запрещена блудница, так же она ему запрещена эйлонит, по мнению Рабьей Гудой. То есть Рабьей Гудой считает, что такие отношения, которые полностью вхолостуют, так сказать, вообще даже невозможно представить, что могут от этого быть дети. Не просто даже Аккара, да, бесплодная женщина, а женщина эйлонит, то Тора коину такую женщину просто запрещает. А Хахамим считает, что в принципе она не запрещена. Но по другой причине, так каждый должен иметь детей, то поэтому человеку, у которого, у коина, у которого другой жены нету, и если он женится или отхила на женщине, от которой у него детей не будет, то это неправильно, потому что он не выполнит заповедь при Орве. И от них только к коину относятся, просто так как Рабьей Гудой, речь идет про Рабьей Гудя Коине именно, что Коина запрещена эйлонит всегда. Только Хахамим тоже говорит про Коина, и говорит, что ему эйлонит запрещена, только если у него нет другой жены. Вот. А вот следующая мишна, как я сказал, она будет говорить уже о самой митве при Орве. Вот дословно мы переведем всю эту мишну. Она в конце нашей страницы, в 61-й, на второй стороне. Пусть человек не освобождается, так сказать, не ботель, не пропускает, что ли, возможность сделать митву при Орве, кроме как если у него уже есть дети. А какое количество детей должно быть у человека? Бет-Шамай, говорит, два мальчика, как минимум. А Бет-Хилл, говорит, достаточно мальчика или девочки. На самом деле, это есть строгость и мягкость. То есть по Бет-Хиллу два мальчика недостаточно. Вот ведь Шамай, наоборот, мальчика и девочки недостаточно. Да? Казалось бы, как вообще можно обсуждать, каким образом человек выполняет заповедь, иметь детей, как будто от него это зависит. Вот я хотел бы иметь, допустим, мальчика и девочку. Может, я хотел бы иметь по пять мальчиков, пять девочек. Так, а вот это зависит от человека, сколько он имеет детей и будут ли у него вообще дети. На самом деле, это все равно имеет следствие, да? Ведь многие заповеди зависят от каких-то условий. Казахстан, даже Тфилин, такая вот обычная заповедь, которую почти все евреи соблюдают, но не все же абсолютно могут выполнить заповедь Тфилина. Есть люди, у которых нет руки, например, или рука в гипсе, или еще какие-то ситуации. Бывает временно, а бывает на всю жизнь, человек не может выполнить заповедь Тфилина. Просто это случается редко, в отличие от приорвия, что довольно часто люди не могут иметь детей. Так вот, обсуждение, оно имеет какие-то следствия. Мы увидим сейчас одно из следствий, например, насколько человеку нужно стараться жениться на женщине, которая даст ему, скорее всего, детей, да? Пытаться жениться на женщине, на которой еще можно иметь детей. Допустим, человеку уже 45 лет, и у него раньше была жена, она, допустим, умерла, он теперь вдовец, он ищет себе новый шидох. Если у него уже есть мальчик и девочка по Битхиллу, он уже хотя бы букву закона выполнил. Поэтому в идеале он старается жениться еще, чтобы иметь детей, как еще тот тамуд нам скажет, что желательно иметь больше детей. Но, по крайней мере, главную митсву он уже выполнил. Мальчик и девочка у него уже есть. Если бы у него был только мальчик или только девочка, или даже два мальчика, или две девочки, то тогда он еще митсву не выполнил, поэтому есть следствие, что ему нужно стараться даже продавать сифертору, если требуется, все, чтобы жениться на женщине, от которой он еще может иметь детей, раз он не выполнил заповедь приорвия. Еще есть следствие этого закона. Хотя от нас мало что зависит, но все равно следствие существует. митсвы приорвия, выполняешь или не выполняешь. Но, конечно, в большинстве случаев, действительно, от человека не зависит. Если у него, допустим, он живет со своей женой, у него только родилась девочка одна, или несколько девочек, или несколько мальчиков, то никто ему не скажет разводиться теперь, потому что у него нету, да, второго пола ребенка, и по битхе он еще не выполнил заповедь. Но, если он вообще не от детей, то в старом минате заставляет даже разводиться. Как мы увидим позже в нашей слуге, сегодня не принято, и это решение они сами принимают, но вообще есть случаи, когда советуют, по крайней мере, раввины развестись, если у людей вообще не от детей. То есть у них есть вот один ребенок, хотя они митсвы приорвия не выполнили, но, по крайней мере, раз какой-то ребенок есть, то уже обычно не разводятся из-за этого. По крайней мере, раввины такое не посоветуют. Если только добровольно, они оба захотят, да, согласятся, ведь разрушить хорошую семью, если люди живут хорошо, это тоже очень большая ответственность. Взять на себя такой совет дать, мужчине и женщине развестись. Но когда у них вообще нет детей, то для мужчины есть митсвы приорвия, если он не бесплодный. Сегодня многое могут врачи искать, тоже не на 100%, но хоть что-то можно знать про человека, да, врачи могут какие-то проверки сделать, чтобы понять вообще этот мужчина может в принципе иметь детей. Если врачи заключат, что ему и так и так детей не может быть, то, возможно, до какой-то степени можно доверять врачам и уже не разрушать, по крайней мере, семью, если они нормально живут. Бывает, что люди и так и так плохо живут, и в любом случае, возможно, бы развелись. Это просто дополнительный фактор, что еще и детей нет. Но когда люди любят друг друга и живут хорошо, то многие раввины, даже когда у них нет детей, посоветуют им скорее, может быть, взять, может быть, усыновить, так сказать, ребенка, это не совсем. Нет концепции усыновления в юридическом законе, что мамаш, ребенок стал как твой, если это не твой ребенок. Но, по крайней мере, дух закона, без сомнения, если выращиваешь, как говорится, гитома, да, то есть сироту в своем доме, то там будет об этом говорить, что это как будто его родил в каком-то смысле. Поэтому что-то в этом есть, без сомнения. Если есть возможность забрать чего-то ребенка из неблагополучной семьи, или семьи, где умерли родители, погибли, или еще какая-то ситуация особая. Бывают случаи, когда, допустим, нерелигиозные родители, очень тяжелая семья, где-нибудь там в стране, где люди плохо живут, если они готовы ребенка отдать, может быть, за какие-то деньги согласятся, да, и усыновить такого ребенка, и взять себя, и вырастить из него кошерного еврея, и дать ему все, что может дать хорошая любящая семья, это большая была бы митцва. Ну, как бы там ни было, в конкретных случаях, конечно, не меня будут спрашивать, я вообще не на уровне, чтобы такие вопросы решать. Мы просто теоретически обсуждаем, что, хотя на первый взгляд, митцва приорви никакой роли для нас не играет, так что стараются детей иметь все, а уже родятся, не родятся, вроде от себя не зависит, поэтому, как разница, выполнятую митцву или не выполнят, а что ты будешь делать? Оказывается, есть все-таки какие-то следствия, и важно знать, выполняющие, кто не выполняет митцву приорви, и поэтому вот этот диспут Бетшамай и Бетхилл. Бетшамай учат из Моше, у него было два сына, а Бетхилл учат из того, что так, в общем, если есть мальчик и девочка, так размножается мир. Мир создан, чтобы были мужчины и женщины, поэтому нужно иметь мальчика и девочку. Но одно из следствий, они разрешают в каких-то случаях продавать даже свиток Торы, чтобы жениться. Бывает, что не хватает денег, или нужно, да, чтобы сделать свадьбу с молодой женщиной, которая еще может иметь детей, это сложнее, и требуются большие деньги, например, то может быть навка именно в этом. Но, в принципе, как я сказал, наши мудрецы здесь дальше советуют, что и когда у человека есть уже и мальчик, и девочка, следует стараться иметь еще детей. Есть, на самом деле, два аспекта этого всего. Один аспект – это запрет делать специально, чтобы дети не родились. Это здесь не обсуждается, это обсуждается в совсем другом месте, и это связано с вопросами зера леватала, как говорится, да, если человек будет, например, использовать презерватив во время отношений, чтобы специально не забеременела жена, что-нибудь такое. Опять же, я вдаваться в деталь не буду, но что-то из этого мы уже коснулись, когда обсуждали, помните, судьбу, где про трех женщин речь шла, которые используют мох, да, какую-то ватку, дословно. Вот. Значит, это совсем другой запрет, и другие случаи, когда и что можно разрешить, и при каких обстоятельствах. Но здесь об этом речь не идет. А здесь надо именно будет, как я сказал, следствие этих вопросов, которые здесь обсуждаются, может быть ситуация, например, когда человек и так и так уже развелся, или там жена умерла, и теперь выбирает, на ком жениться, на женщине, которая может еще иметь детей, или женщина, которая детей иметь не будет. Или еще, может быть, такое следствие, кажется, маловероятным, но такое бывает, особенно в определенном возрасте, когда люди просто не хотят больше иметь отношения, ни он, ни она, не заинтересованы в физических связях. Допустим, уже за 40, и такого желания больше нету, они, в принципе, не обязаны друг с другом иметь отношения, если они он, ни она не хотят. Но если у них нету мальчика и девочки, они обязаны стараться, пока еще есть возможность, чтобы друг забеременен. Потому что, опять же, так как митву еще не выполнили, то обязаны стараться. А дальше, если, в принципе, они не хотят, то, ну вот, желательно, как я сказал, желательно, совет Талмуда, что желательно всегда стараться иметь детей, больше детей. Опять же, есть ли к этому всему лимит? Есть ли вообще какой-то лимит? мы же, когда человеку очень много детей, уже больше он даже и стараться не обязан, да, даже если есть возможность. Это большой вопрос. Много есть обсуждений на эту тему. среди модерных ордоксан хевреев гораздо больше существует мягкости в таких вещах, да, если люди уже имеют, допустим, семь детей или больше, да, довольно большая семья, да, то они в большей степени готовы разрешить не очень стараться иметь больше детей. Но, опять же, это еще не значит, что можно использовать специально что-то, что остановит от того, чтобы женщина забеременела, да, здесь уже вопросы гораздо более серьезные, опять же, но в связи с того, что именно используется, им производятся ли таблетки или используется мамыш физическая, какая-то преграда, чтобы не попало, да, не оплодотворило его семя ее в яйцеклетку. В общем, все эти вопросы, конечно, выходят за рамки нашего урока. А на 62-й странице есть очень много вопросов, связанных с приорвия. Например, такие вопросы обсуждаются, как я сказал, это в шухонарухе попало в самое начало Эвена Эзер. Вот здесь 4 секции шухонаруха. Секция, которая занимается мужчинами и женщинами, она начинается как раз с этих вопросов. Это, в общем-то, первое митцва Торы про урву, да, владитесь и размножайтесь. Благословение и митцва, которые описаны в самом начале в главе Брешит, позже в главе Ноах, да, так вот, есть много вопросов, связанных с этим. Например, если у человека были дети, но умерли, то он не выполняет заповедь приорвия. Но если у них есть свои дети, то там в каких-то ситуациях выполняют, в каких-то нет, смотря кто родился. Если, например, у него только от одного ребенка остальные дети, то он не выполняет приорвия. Вот если от разных детей, например, у него был мальчик и девочка, а они умерли, но остались от них другие мальчики и девочки, или даже два мальчика, то он таки выполняет заповедь. Вот такие вот вопросы, очень много из подобных вопросов здесь непростых. В частности, очень интересный вопрос, а Гер, он выполняет заповедь тем, что у него дети были, пока он был еще не евреем? Ведь даже если они перейдут в иудаизм эти дети, это уже не будет считаться его дети в халахе, мы рассказывали, что при переходе в иудаизм фактически родственные связи теряются по закону Торы. Так вопрос выполняет ли он заповедь. Здесь приводится диспутный отчет, и у нас халаха что-таки выполняет, как ни странно. Удивительно, но человек выполняет заповедь, даже когда имел нееврейских детей, пока был неевреем, представляете? Такой вот интересный, неочевидный, неинтуитивный вопрос. И еще более интересный вопрос, что получается иногда даже человек выполняет заповедь приорвия, хотя дети у него не кошерные. Например, у него мамзелем родились. Удивительно, он сделал грех, случайно или специально, это может случайно тоже получится. Например, он женился на женщин, которые думали, что муж умер, были свидетели, которые говорили, что муж умер, а потом муж оказался жив. Получается, что эта женщина была женой чьей-то, и у детей мамзелем, но при этом он выполняет заповедь приорвия. Очень удивительны все эти вопросы. Еще очень много вообще, идея такая, что не придет Машиах, как говорится, пока не закончатся все души в теле дословно. То есть есть какая-то коллекция душ, которые должны прийти в этот мир. И пока они все не придут, не придет Машиах. Это так вот здесь сказано. Это тоже удивительная вещь, о которой можно много говорить, и каббалистические объяснения всего этого. Это, конечно, все выходит за рамки нашего урока. Но я вам напоследок расскажу Агаду, которая имеет отношение к тому, что у нас сейчас время как раз Омера, время Сфиры. И вот есть определенные запреты во время Сфиры. Разные обычаи есть у разных людей, у разных общин. Одни соблюдают эти строгости только до Лагба Омера, или Сефардин на один день позже, включая сам Лагба Омер до 34-го дня Сфиры, Ламедалет Боомер. А другие, наоборот, посчитывают эти дни, начиная с месяца Иар, почти до Шубота. А некоторые все эти дни соблюдают. Но, во всяком случае, это связано как раз с Агадой, которая описана здесь. А именно, говорится, что ученики Раби Акивы умерли или погибли в этот период времени. Так вот, здесь описывается Агада в таком стиле, что сначала, да, описывается о том, что в той человеку всегда имеется детей, даже что у него были дети рано, пока он был молодым. Еще стоит иметь детей потом, даже если у него есть возможность иметь детей, когда он уже не молодой. Допустим, если есть возможность жениться на молодой женщине, которая еще будет иметь детей от него, и он имеет силы такие мужские, чтобы иметь детей, бывает, что в старой вене имели детей довольно поздно. Мужчины же могут довольно поздно еще иметь семья, от которых может женщина забеременеть. Поэтому, если жена, допустим, умерла, и он женится на молодой женщине, что в старой вене было довольно принятое вещи, довольно часто случалось, то бывает, человек с 60, 70, 80 лет мог иметь детей от жены, которая около 40, например, или 30 с чем-то. И когда вот описывается, что имея детей, когда был молодым, стоит иметь детей и в старости, тоже описывается про Абьякива, что имея учеников в молодости, имея учеников и в старости, что описывается, что ученики, которые Абьякива сначала имел, они все в результате умерли, и только остались у него те ученики, которые он в конце жизни у него были, главные его ученики. В нашей версии Агады их было пять, в других версиях их было семь. Есть разные мидраши, которые приводят разные конкретные имена, пяти или семи мудрецов, которые были главными учениками Раби Акибы. Я в другом месте рассказывал про эти противоречия и про возможные, наверное, скорее всего, все эти мудрецы, которые упомянутые в разных местах были его учениками. Вопрос только, каких считать главными. Но, во всяком случае, пять учеников или семь учеников, самые известные из них это Раби Шимбар Йохай, Раби Меер, который с Герем происходил, не говорится обычно имя его отца, а просто говорится Раби Меер. Потом Раби Игуда Бар Илай и Раби Йоси бен Халавта. Вот эти четверо, они самые известные из учеников Раби Акибы. Также Раби Нехемия часто включается в эти пятеро, иногда Раби Азербин Яков, еще разные мудрецы. Во всяком случае, пять учеников или семь учеников Раби Акибы, это были те, которые, в результате, поддержали всю Тору через то вот поколение преследований после смерти, после гибели Раби Акибы. Были жуткие преследования еврейского народа после падения, восстания Баркохбы. Так вот, тогда эту Тору через все преследования провели, пронесли с собой очаг вот этих знаний, эти пятеро или семеро мудрецов. И потом, вот, почти все, кто упоминается в Мишне, в том поколении, да, ведь Раби учился фактически, кроме своего отца, основные учителя Раби были вот как раз из учеников Раби Акибы. Это было вот самое тяжелое поколение, поколение Шмада, поколение преследований. Ученики Раби Акибы, получается, последние ученики, которых он выбрал, они в результате это все сохранили. Поэтому говорится, что всегда не знаешь никогда, с каких учеников выйдет прок. Но вот первые его ученики, которых было очень много, их было много тысяч, как здесь описывается, про них говорится, что они умерли или погибли. Есть предположение, что во время как раз восстания Баркохбы они и участвовали, и были убиты, или умерли многие, а вздохнулись в пустыне, где они прятались, возможно. Ведь восстание Баркохбы, оно фактически, да, когда было подавлено, запретили изучать Тору вообще. И тогда вот римляне были, не все восстания были из-за Торы, но вот данное восстание, оно без сомнения было из-за того, что преследования были жуткие, гонения были жуткие. И после этого восстания были жуткие совершенно гонения. Поэтому неудивительно, что ученики Раби Акибы, да, прятались, погибали. Но хозяй дают еще причину их смерти, может, это не единственная их причина, но говорят, что потому, что они недостаточно друг друга уважали. Так вот, это все происходило во время сфиры. Я здесь путаю, что в какие дни, но, как я сказал, вот традиция насчитывает, что их было всего 33 дня, этих 34, что, возможно, две недели до шабуота прекратились их гибель. И поэтому один из обычаев, как я сказал, только Далагбаомера соблюдает строгости сфиры. Вот это вот время, которое мы не женимся и не стрижем волосы, да, как знаки траура по ученикам Раби Акибы, которые погибли. Вот это вот здесь единственное место в Талмуте, где подробно эта Агада вся описывается. И на этом мы на сегодня закончим. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк.